Всем привет! Недавно мы рассмотрели патроны к нарезному оружию, сравнили различные калибры, ознакомились с составляющими патрона, в общем получили общее представление о боеприпасах данного типа. Сегодняшняя тема посвящена патронам к гладкоствольному оружию. Каждый, кто решил заниматься охотой, либо приобрел полуавтомат или помповое ружье для защиты дома, сталкивается с большим выбором боеприпасов для гладкого ствола. Это могут быть патроны с пулей, охотничьей дробью, от самой мелкой до крупной, с картечью, травматические и другие. Но обо всем по порядку. Начнем с того, что калибр гладкоствольного оружия определяется по старой британской системе. Согласно этой системе, калибром является число круглых свинцовых пуль, которые можно отлить из одного фунта свинца. Один фунт соответствует 454 граммам. Вот почему 20-й калибр меньше 16-го, а 16-й меньше 20-го. Так, из одного фунта свинца по диаметру ствола 15,6 мм отливаются 20 пуль. Тогда как при диаметре оружейного ствола 18,5 мм отливаются всего 12 пуль. Соответственно, в зависимости от величины диаметра канала ствола ружья формируется диапазон калибров. Поэтому самым маленьким является 410-й калибр под диаметр ствола 10 мм, а самым большим 4-й калибр под ствол диаметром 26,5 мм. Следует сказать, что 20-й и 410-й калибры у нас получили распространение благодаря самозарядным карабинам САЙГА-20 и САЙГА-410. Наиболее распространенным калибром для гладкоствольного оружия в настоящее время считается 12-й калибр. Следом за ним по популярности идут 20-й, 16-й и 410-й калибры. Из чего же состоит патрон для гладкоствольного оружия? Как и в обычном нарезном патроне, основными составляющими являются гильза, капсюль, порох. А вот в качестве снаряда у гладкоствольного патрона может использоваться как пуля, так и дробь, либо картечь. Внутренними элементами патрона также являются пыш и контейнер. Начнем с гильз. В обозначении гладкоствольных патронов второй цифрой после калибра указывается длина гильзы. Например, 12 на 70. Наиболее часто встречающаяся длина гильз 65, 70 и 76 миллиметров. При этом патрон 76-ти миллиметровой гильзы имеет повышенную мощность и называется магнум. Также существуют патроны супермагнум с длиной гильзы 89 миллиметров. При снаряжении таких патронов свинцовой дробью или картечью отдача получается весьма значительной. Не рекомендуется использовать 76-ти миллиметровые патроны в ружьях с патронником 70 миллиметров. От использования патрона в несоответствующих длине патронника в лучшем случае возможно ухудшение качества выстрела, а в худшем – более серьезные проблемы, вплоть до поломки оружия. Поэтому перед использованием патрона нужно убедиться, что патронник этого ружья позволяет использовать боеприпас данного типа. При этом допустимо использование коротких гильз в длинном патроннике. По типу гильзы бывают пластиковые, бумажные и металлические. На сегодняшний день в основном используются пластиковые гильзы с металлическим донцем. Эта гильза не требует дополнительного элемента закрытия патрона при снаряжении дробью в случае закрутки гильзы звездочкой. Гильза может иметь высокая или низкая донца юбку, выполненную из тонкой стали. Разница между ними в том, что высокая юбка выдерживает большее давление и такой патрон дольше прослужит при повторном снаряжении. На бой ружья высота юбки никак не влияет. Существуют цельнолитые пластиковые гильзы без металлического донца. Эти гильзы были созданы в середине 90-х годов с целью удешевления производства. Но в связи с тем, что такие гильзы не выдерживали повторного снаряжения и часто лопались, их производство было прекращено. В середине 20-го века охотниками активно использовались бумажные гильзы. Данные гильзы изготавливаются из нескольких слоев спрессованной прочной бумаги. В отличие от пластиковых, применение которых ограничено температурой окружающей среды не ниже 20 градусов Цельсия, бумажные гильзы применяются до минус 40 градусов. Такие картонные гильзы называют папковыми. Эти гильзы являются одноразовыми и в основном не подлежат повторному снаряжению. Следующие – металлические гильзы. Раньше они выпускались из стали и меди, а сейчас производятся в основном из латуни. На сегодняшний день используются охотниками крайне редко. Их преимуществом является возможность многоразового снаряжения, до 50 раз латунные и до 10 раз стальные. Закрытие гильзы осуществляется двумя способами. Первый, самый распространенный способ – закрытие звездочкой. При этом края гильзы сгибаются вовнутрь, образуя шестиконечную звезду. Этот способ применим к бумажным и пластиковым гильзам. И второй способ – классическая завальцовка, то есть закрытие гильзы путем закатывания ее краев. Применяется ко всем типам гильз, в том числе и к латунным. Вальцовка может быть простой, например, для закрутки калиберных пуль, и с наличием перекрытия – картонной либо полимерной прокладки, которая удерживает дробовой или картечный заряд. Патроны для гладкоствольного оружия отличаются широким разнообразием типов и материалов изготовления. Они делятся на пулевые, картечные и дробовые. Пули могут иметь полный калибр, то есть соответствовать диаметру канала ствола или быть подкалиберными. Подкалиберная пуля, как следует из ее названия, имеет диаметр меньше, чем внутренний диаметр ствола. Такие пули помещаются в контейнеры, поэтому эти боеприпасы можно смело использовать в стволах с дольными сужениями, не нанося вред стволу. Также преимуществом использования свинцовых подкалиберных пуль в пластиковом контейнере является уменьшение свинцовки ствола. Меньшая масса подкалиберных пуль способствует увеличению начальной скорости и повышению резкости выстрела. Подкалиберная пуля, в отличие от калиберной, летит дальше и точнее, но при этом имеет меньшее останавливающее действие и больший разброс по цели. У калиберной пули диаметр равен калибру ствола ружья. Скорость такой пули ниже, чем подкалиберной, а останавливающее действие выше. Недостатком является свинцовка ствола при стрельбе свинцовыми боеприпасами. Калиберными пулями можно стрелять только из ствола с цилиндрической сверловкой. При наличии чоковых сужений в стволе, стрелять такой пулей не рекомендуется. Возможно раздутие ствола и другие проблемы с оружием. Использование калиберной пули эффективно при стрельбе на небольшие расстояния. При выстреле подкалиберная пуля не соприкасается со стенками ствола и благодаря контейнеру вылетает в первоначальном виде без изменений формы и поэтому летит, как правило, точнее. А вот продольные ребра калиберной свинцовой пули, касаясь ствола, под действием инерции деформируются, что в конечном счете влияет на кучность выстрела. По весу пули бывают легкие, подкалиберные, до 28 грамм и тяжелые, калиберные, более 32 грамм. По материалу изготовления пули бывают стальные, латунные и свинцовые. Стальные пули чаще всего подкалиберные. Не рекомендуется стрелять стальными калиберными пулями из черных стволов, не имеющих хромового покрытия. Стрельба такими пулями может повредить ствол. При этом, пули из стали и латуни практически не деформируются при проходе через ствол и дают куда меньшую деформацию при попадании в отличие от свинца. Также необходимо учитывать, что при стрельбе такими пулями возможен рикошет. Если свинцовую пулю можно изготовить самостоятельно при наличии пулелейки, то стальные и латунные пули производятся только с помощью токарного станка. Эффективная стрельба пулевыми патронами осуществляется на дистанции до 100 метров. По форме пули можно разделить на стрелочные, турбинные, круглые и другие. Видов гладкоствольных пуль очень большое количество. Одни из самых распространенных – Гуаланди, Палева, Бреннеке, Диаболу, Майера, Рубейкина. Каждая модель имеет свои достоинства и недостатки. Такие пули различаются не только по конструктивным элементам, влияющим на кучность и точность, но и по уровню поражающего действия. Далее рассмотрим дробовые патроны. Как следует из названия, в таких патронах в качестве снаряда используется дробь. В большинстве случаев дробь представляют собой металлические шарики, изготовленные из свинца, иногда встречаются и другие материалы – сталь и латунь. Единой классификации номеров дроби в мире нет. В странах Европы принята одна система нумерации. У нас с 1930 года действует метрическая нумерация, согласно которой, чем меньше номер, тем больше диаметр дроби. Самая мелкая дробь 12, ее размер 1,25 мм. Далее размер дроби увеличивается с каждым номером на 0,25 мм и достигает 5 мм в диаметре у дроби с номером 4,0. Дробь делится на мелкую, от 12 номера до 6, среднюю, от 5 номера до 1. И крупную, от 0 до 4 нулей. Дробовые патроны используются для охоты на небольшую дичь, либо для спортивной стендовой стрельбы. Каждый номер дроби соответствует определенному виду дичи, либо зверя, в зависимости от размера дробинок. По материалу изготовления дробь делится на свинцовую, стальную и каленую. Свинцовая дробь является самой распространенной. Стальная дробь, по аналогии с пулей, повреждает канал ствола, но при этом не деформируется. Каленой называется та же свинцовая дробь, но с добавлением олова, мышьяка или сурьмы для твердости. Также существует свинцовая дробь, покрытая нителем или мельхиором. Несмотря на высокую цену, такая дробь более стойкая к деформации и стиранию, и обеспечивает лучшую кучность. Эффективная дальность стрельбы дробовыми патронами до 40 метров. По твердости дробь бывает мягкой и твердой. Мягкая дробь обладает одним преимуществом, она больше подходит для стрельбы на близкие дистанции, так как имеет больший разброс. При этом мягкая дробь сильнее свинцовывает ствол. Твердая дробь деформируется меньше, и при одинаковых условиях имеет лучшие баллистические качества. Дробь диаметром более 5 мм называется картечью, и не имеет номеров. Картечь принципиально ничем не отличается от дроби, просто имеет больший размер, который определяется ее диаметром. Диаметр картечи от 5,25 мм до 10 мм. Большое количество размеров объясняется необходимостью подбирать согласованную картечь конкретному ружью. С картечью обычно охотятся на крупную дичь, волка, косулю и кабана. Кроме того, картечь является одним из лучших гладкоствольных боеприпасов для самообороны. Дроби картечь может изготавливаться разными способами – литьем, катанием и штамповкой. Способ производства сказывается на твердости дроби. У катанной самый распространенный дефект – овальность формы, однако поверхность при этом гладкая. На поверхности литой наблюдаются следы небольших раковин. У штампованной могут быть заметны плоские участки. Кучность и пробивная способность у катанной дроби выше, чем у литой штампованной. Если форма дроби далека от идеальной и покрыта углублениями и раковинами, то во время выстрела такая дробь быстро теряет скорость и изменяет направление полета. Поэтому хорошая дробь должна иметь одинаковую и правильную шарообразную форму с гладкой полированной поверхностью. Хороший результат боя показывает согласованная картечь. Она носит такое название потому, что в патроне располагается рядами, причем каждая единица последующего ряда лежит строго над единицей предыдущего. Вес дроби или картечи, как и пороха, принято называть навеской. Для стендовой и развлекательной стрельбы применяются патроны с навеской от 24 до 28 грамм, а для охоты – оптимальная навеска от 32 до 36 грамм. Во многих ружьях, предназначенных для стрельбы дробью или картечью, могут использоваться дульные сужения, чоки, фиксированные или сменные, призванные регулировать разлет дроби или картечи. Заканчивая разговор о боеприпасах, следует сказать, что по сравнению с нарезным оружием, спектр пули снарядов к гладкоствольному оружию довольно разнообразен. Кроме стандартных пули картечи, можно встретить пули такого типа, как паук, состоящие из четырех картечин, боло, когда две свинцовые пули соединены между собой стальной проволокой. На американском рынке распространены раскрывающиеся пули типа танго, патроны с картечью и дробью, со снарядами по типу дротиков, стрелы конусовидной формы сердечниками из вольфрамовой стали и другие экзотические боеприпасы. Далее рассмотрим составляющие гладкоствольного патрона, без которых не получится добиться качественного выстрела. Речь идет о пыжах и прокладках. По назначению пыжи можно разделить на пороховые и дробовые. Пороховой пыж удерживает пороховые газы в канале ствола и не позволяет им рассеиваться. В итоге они с большей силой выталкивают пыж, а тот толкает снаряд. Также пороховой пыж должен хорошо отделять порох от дроби и препятствовать прорыву пороховых газов в дробь. Пороховые пыжи изготавливаются из различных материалов. Самыми распространенными и проверенными пыжами являются войлочные и древесно-волокнистые пыжи. Для улучшения обтюрации, обеспечения герметизации ствола при выстреле, войлочные пыжи осаливаются. Для того, чтобы с одной стороны осаливание не попадало на порох, а с другой стороны пыж не продавливался дробью, используют картонные прокладки. Также прокладка на порох служит защитой от прорыва газов через пыж. В настоящее время активно используются пороховые пластиковые пыжи-обтюраторы. Дробовые пыжи выполняют две функции. Удерживают дробь в гильзе и создают давление в стволе в момент сгорания пороха. Дробовые пыжи чаще всего бывают картонными и пластиковыми. При необходимости можно самостоятельно изготовить дробовой пыжи с пробки. В настоящее время на большинстве заводов изготавливают патроны без дробового пыжа, применяя тип закрутки «звездочка». Она повышает давление в патроне, тем самым улучшая бой ружья. Специальные пули, например турбинные пули с винтовыми канавками на поверхности, предназначенными для аэродинамической стабилизации, или подкалиберные, не способны обеспечить обтюрацию самостоятельно, что вынуждает применять пыжи или контейнеры. Кроме того, пыжи абсолютно необходим при выстреле дробью. Для металлической гильзы при снаряжении дробью используется герметичная пыж-заглушка. На сегодняшний день в гладкоствольных патронах заводского изготовления в основном используются полиэтиленовые пыжи-контейнеры, отлитые как единое целое, и состоящие из обтюратора, амортизатора и контейнера для дроби, кортечи, либо подкалиберной пули. Они создают хорошее давление при выстреле и равномерную осыпь. Однако нужно учитывать, что при их использовании возрастает кучность. Амортизатор между контейнером и обтюратором позволяет немного сгладить скачок давления в патроннике, что благоприятным образом влияет на сохранение дробью сферической формы. Дробь в патроне может быть в контейнере, без контейнера и в дисперсанте. Контейнер обеспечивает хорошую кучность и чаще всего применяется для охоты на дальних дистанциях, например, на гуся. Бесконтейнерный патрон обеспечивает достаточно хорошее покрытие дроби на средних дистанциях, а патроны с дисперсантом обеспечивают очень большой конус разлета дроби. В бесконтейнерных патронах полиэтиленовый пыш имеет обтюратор и амортизатор, но не имеет лепестков, дробь засыпается на верхнюю площадку пыжа и при выстреле истирается о стенке ствола. Преимущества бесконтейнерного патрона очевидны при стрельбе до 35 метров. Он дает равномерную широкую дробовую осыпь и позволяет стрелять на вскидку. Как минус при стрельбе бесконтейнерным патроном происходит освинцовка канала ствола. Дисперсант – это пыжи, имеющий контейнер с крестообразным рассекателем, благодаря чему он обеспечивает существенно более широкую осыпь по сравнению с обычным контейнерным боеприпасом на малых расстояниях выстрела для стрельбы на коротке, чтобы не разбить дичь и увеличить вероятность попадания. Максимальная эффективная дальность стрельбы дисперсантом – до 25 метров. Некоторые контейнеры после выхода пули из ствола раскрываются лепестками и отлетают от пули. У других лепестки отлетают только после попадания в препятствие. Для снаряжения стальных гильз и пулевых патронов 410-го калибра вместо набора войлочных или картонных пыжей используется пыш-компенсатор. Конструкция компенсатора позволяет добиться главного – увеличения давления на пулю при воспламенении пороха. Заканчивая тему пыжей, следует сказать, что для осуществления качественного выстрела пыш-контейнер должен входить в саму гильзу плотно с усилием, а закручивать гильзы с такими пыжами лучше звездой. Пару слов необходимо сказать про капсюли. Капсюли служат для воспламенения порохового заряда. Состоят они из металлического колпачка, внутри которого помещена взрывчатая смесь, способная воспламеняться от удара бойка оружия. По конструкции различают капсюли открытого центрального боя – ЦБО и более мощные закрытые капсюли типа ЖВЛО. Капсюль ЦБО применяется для снаряжения металлических гильз с дымным порохом. Для бездымных порохов при снаряжении бумажные и пластмассовые гильзы применяются закрытые капсюли-воспламенители типа ЖВЛО. Дороговизна и постоянно сокращающееся производство латунных гильз к гладкоствольным патронам привело к постепенному снижению популярности капсюлей системы центробой и их вытеснению капсюлями системы ЖВЛО. Основным же отличием капсюлей данной конструкции является то, что у капсюля ЖВЛО внутренняя наковальня, а капсюль ЦБО открытого типа представляет из себя металлическую тарелочку, в которую вложен капсюльный состав. Масса взрывчатого вещества в капсюле ЦБО составляет 0,03 г, а в капсюле ЖВЛО 0,05 г. Внешне капсюли различаются размерами. Высота ЦБО 2,9 мм, ЖВЛО 7,8 мм. В капсюле ЖВЛО выпускается трех разновидностей ЖВЛО нормальный, ЖВЛО М мощный и ЖВЛО Н неоржавляющий. В продаже сейчас в основном встречаются капсюли ЖВЛО Н, продукты горения капсюльного состава которого менее агрессивны и не вызывают окисления стали. Если сравнивать с капсюлями к нарезным патронам, то ЦБО во многом аналогичен капсюле Бердана, а ЖВЛО – капсюлю Боксера. На сегодняшний день можно встретить и более современные капсюли-воспламенители, такие как КВ-21, КВ-22 и КВ-209. Диаметр капсюлей КВ-21 и ЖВЛО совпадает и составляет 5,6 мм. При этом КВ-21 слабее ЖВЛО, КВ-22 и КВ-209 более мощный и по качественным характеристикам он сравним с ЖВЛО М. Посадочный диаметр КВ-22 и КВ-209 составляет 6,14 мм и совпадает со стандартным импортных еврокапсюлей. У капсюлей КВ-21 центральное отверстие ничем не закрыто, тогда как у КВ-22 имеется бумажная мембрана, а у КВ-209 отверстие залито лаком. Мощность капсюля определяется его воспламеняющей способностью. Недостаточно мощный капсюль может привести к затяжному выстрелу, порох сгорает медленно и нестабильно, давление в патроне недостаточно для правильного горения, выстрел происходит с существенной задержкой. А слишком мощный капсюль может привести к детонации пороха и разрыву ствола оружия. При длительном хранении капсюли обычно теряют мощность, снижается их надежность и они могут давать осечки. И конечно рассмотрим то, без чего не произойдет ни один выстрел. Речь идет о порохе. Порох бывает дымный и бездымный. Дымный порох изобретен в средние века. Он представляет собой сравнительно слабое взрывчатое вещество, которое при этом легко воспламеняется даже от малой искры. Достоинством дымного пороха является и то, что он может неограниченно долго охраниться без доступа влаги, не теряя своего качества. Дымный порох малочувствителен к ударам и трению. Недостатками дымного пороха является потеря качества после воздействия влажного воздуха, образование сильного нагара в канале ствола, очень громкий звук и резкая отдача при выстреле, густое облако дыма, закрывающие цели и демаскирующие охотника. Каждый сорт дымного пороха по величине зерен подразделяют на три номера. Номер 2 средний, номер 3 мелкий и номер 4 самый мелкий. Чем меньше размеры зерен, тем выше скорость сгорания пороха и давление в канале ствола. Порох номер 4 является наиболее сильным. Для ружей с более длинными стволами 72 сантиметра и выше следует применять крупнозернистый порох. Для коротких стволов до 70 сантиметров лучше подходит мелкозернистый порох. Бездымный порох изобрели относительно недавно, в 1884 году. Его достоинствами являются большая энергия взрыва, в три раза мощнее дымного пороха, малое количество нагара, отсутствие дыма при выстреле, негромкий звук и малая отдача при выстреле. Этот порох не боится сырости, после высушивания полностью восстанавливает свои свойства. Отмеченные достоинства определили высокий спрос на бездымный порох в настоящее время. Большинство современных гладкоствольных патронов снаряжены бездымным порохом. К недостаткам бездымного пороха относят низкую чувствительность к воспламенителям, необходимы мощные капсюли типа ЖВЛО, резкое снижение качества при длительном хранении, большая энергия взрыва требует очень точного дозирования до сотых долей грамма при снаряжении патронов. Капсюль ЦБО в латунной гильзе не воспламеняет бездымный порох. Некоторые стрелки для усиления вспышки ЦБО подкладывают под капсюль на донышко стаканчика несколько крупинок дымного пороха, либо при снаряжении патрона плотнее, чем обычно сжимают порох в гильзе для лучшего воспламенения. Бездымный порох бывает быстрогорящим, медленно горящим и со средней скоростью горения. Быстрогорящий порох предназначен для охотничьих гладкоствольных ружей, медленно горящий используется в нарезном оружии. Вот такой получился обзор про гладкоствольные патроны. Скажу, что когда я начинал интересоваться оружием, в том числе гладкоствольным, такой систематизированной и обобщенной информации не было, а вопросов по этой тематике было достаточно. Надеюсь, видео пригодится тем, кто планирует заниматься переснаряжением патронов, релойдингом, либо хочет узнать больше про гладкоствольные боеприпасы и их составляющие. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите мои другие видео про оружие и снаряжение. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok